Продолжение информационной войны США обвинили Россию в возможном нарушении моратория на ядерные испытания 29 мая 2019-22-33 Роман Шемаев, Анна Лушникова Россия, возможно, нарушает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберта Шли При этом он отказался прямо ответить на вопрос, считают ли США, что Москва не соблюдает договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ДВЗАИ В Госдуме эти обвинения решительно отвергли, назвав их продолжением информационной войны против РФ Между тем эксперты не исключают, что Вашингтон, возможно, готовит почву для отказа соблюдать мораторий, оправдав его якобы нарушениями с российской стороны Москва якобы не соблюдает договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ДВЗАИ Такое утверждение высказал глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберта Шли, младший в ходе выступления в Гудзоновском институте Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания и не соблюдает стандарт нулевой мощности По словам военного чиновника, такое предположение американской стороны основывается на собственном понимании разработки атомных вооружений Между тем он отказался прямо ответить на вопрос, считают ли США, что Россия проводит испытания, противоречащие ДВЗАИ Должен сказать, что, по моему мнению, у них, Россия, есть потенциал, позволяющий делать это, ответил представитель Пентагона Глава американской военной разведки также заявил, что в его понимании Москва, в отличие от Вашингтона, не подтвердила приверженность стандарту нулевой мощности, то есть полному отказу от проведения ядерных взрывов в испытательных целях Наличие у России обширного арсенала боезарядов различных видов создает почву для выработки доктрины, предусматривающей возможность применения ядерного оружия с целью принуждения, указал он Отметим, что в преддверии выступления Роберта Эшли, младшего на сайте издания The Wall Street Journal, вышла статья, в которой приводились выдержки из подготовленного представителем Пентагона текста выступления В материале со ссылкой на данные военной разведки США указывается, что Россия якобы осуществляет ядерные взрывы малой мощности на архипелаге Новая Земля В то же время представитель посольства России в Вашингтоне подчеркнул, что РФ строго соблюдает положение всех международных договоров, к которым присоединилась, включая договор о запрещении ядерных испытаний, ратифицированный в 2000 году Отметим, что США, как и еще ряд стран, не ратифицировали ДВЗАИ, принятые в сентябре 1996 года на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Попытка создать неблагоприятный фон вокруг России Как заметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, слова возможны и вероятно использовались и в ситуации вокруг отравления экс-полковника Груз Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Салсбери, когда вину за инцидент бездоказательно возложили на Россию Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично, цитирует его Рия Новости Соединенные Штаты не прекращают делать подобные заявления, несмотря на их несостоятельность и отсутствие каких-то документальных подтверждений, подчеркнул первый зампредкомитета Госдумы по обороне Александр Ширин По его словам, это продолжение примитивной информационной войны против России Понятно, что Россия, во-первых, не может испытывать ядерное оружие незаметно Во-вторых, на территории нашей страны это делать негде И в-третьих, нам не имеет смысла проводить испытания, потому что все существующие виды ядерного вооружения не требуют усовершенствования, указал парламентарий Обезоруживающий шаг Трамп предложил США, России и Китаю полностью отказаться от ядерного арсенала Президент США Дональд Трамп заявил, что ведущим мировым державам, США, России и Китаю, следует избавиться от ядерного оружия Вместе Как считает руководитель Центра военно-политических исследований из Кран Владимир Батюк Претензии, высказанные представителем Пентагона по поводу предполагаемых нарушений договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний со стороны Москвы Не имеют фактических оснований и строятся лишь на предположениях Проведение исследований ядерных боевых устройств возможно на докритической стадии, не доводя дело до полномасштабной неуправляемой ядерной реакции, взрыва Якобы некоторые ядерные державы этим занимаются, сейчас вот обвиняют Россию Обвинение абсолютно голословное, подчеркнул эксперт По его мнению, подобный шаг Вашингтона может свидетельствовать о подготовке американской стороной почвы для отказа соблюдать мораторий на ядерные испытания, которого США придерживали с 1992 года Этот договор, ДВЗАИ, так и не был введен в действие именно из-за позиции Американского Конгресса, который считает, что предусмотренные им меры контроля недостаточны для избежания ядерных испытаний на докритической стадии Очевидно, в определенных американских кругах решили доломать все, что еще не поломано, заявил Батюк в беседе с РТ Продолжение следует...